Борис Васильевич, ну что, давайте уже проведем с вами это финальное ток-шоу? Последний бой, он трудный самый. Вот это мои слова, вот это ваша подводка. Ну что вы молчите, Борис Васильевич? Здравствуйте, действительно, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая студия. Вот так весело, неожиданно и дружно мы завершаем наш масштабный проект «Четвертый век. Всемирная история Омска». Вместе с моим соведущим, популярнейшим актером театра и кино Борисом Щербаковым, в эфире мы провели добрые несколько месяцев и даже как-то сроднились. За что ему? Большое спасибо. Мы с вами пишем историю, о которой потом будут вспоминать наши потомки. В Сибири бы не упарился. Ай, можно бы. Вот так. Сенька, а если я тебя губернатором поставлю, будешь воровать? Герпитер, должность такая. Без камня не прижать. Здесь, естественно, и портрет Достоевского ушел. Грандиозно. Вы посмотрите только. Вот такие подкандальники. А-а-а. Я надеюсь, это не подарок. Нет, это не подарок, это музейные предметы. Вот эти потрясающие артефакты. Мы собрали и храним значительное количество архитектурных деталей. Никогда, никогда ни о чем не жалеете. Ни прожитых дней, ни сгоревшей любви. Может, кто-то гениально играет на флейте, но еще гениальнее смотрели и слушали вы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, Борис Щербаков уехал. Сейчас он на гастроли в Германии, ну а мы остались. И мне как-то одной неуютно. Хотя Борис Васильевич поддерживает меня своим добрым взглядом. Все-таки необходимо сильное мужское плечо. Поэтому я попросила помочь провести финальное ток-шоу генерального директора 12-го канала Александра Малькевича. Борис Васильевич, постараемся не подвести, не разочаровать. Идейный вдохновитель нашего проекта. Да, спасибо. Ну, на самом деле, спасибо огромное всем и собравшимся здесь, и, конечно, нашим зрителям, потому что именно вместе с вами, с жителями Омской области, мы уже завершаем третий мощнейший проект в рамках той высокой миссии, которую взял на себя 12-й канал, образовывать, но через интересные интерактивные формы. Потому что я напомню кратко, что началось все с проекта «Славное имя», когда жители Омской области выбирали о меча номер один всех времен и народов. И выбрали. Выбрали, да. Генерал Карбышев победил уверенно, и действительно, это символы, имя Омска. Потом был маршрут 17-16, когда мы вместе с жителями составляли карту достопримечательностей Омска, народную карту. И вот сейчас третий проект, где мы летопись пишем. Летопись самых значимых событий в истории Омского региона. Я потом в конце программы скажу, что в новом сезоне будет и четвертый проект, где мы продолжим вот эти наши традиции. Александр Александрович, давайте по сценарию, давайте по сценарию. Вот мы вновь подсчитали, не менее 200 тысяч человек проголосовали на нашем сайте. А это опять, ни много ни мало, но целый город. И еще раз, да, большое спасибо этим людям. И вот я говорил про народную летопись. 131 события назвали жители нашего города, области, главными судьбоносными в истории региона. 131 события. И вот так выглядит двадцатка лидеров и тройка финалистов. На третьем месте с результатом 13,5 тысяч голосов открытие в 1874 году театра, ставшего впоследствии нашим прославленным академическим театром драмы. На втором месте с результатом в 20,5 тысяч голосов учреждение в 1990 году первого сибирского международного марафона, который стал тоже, в общем-то, визитной карточкой Омска. И торжественно отзвучите первое место. На первом месте с отрывом в 5 тысяч голосов открытие в 1813 году войскового казачьего училища, названного впоследствии Омским кадетским военным корпусом. Уважаемые пользователи интернета, уважаемые телезрители, на ваших экранах номера бесплатных телефонов. Вы еще можете повлиять на ход голосования. А вот согласна ли студия с тем, что мы сейчас представили, покажет время. Итак, внимание, у вас голосование. Александр Александрович, вы это будете голосовать? Да, обязательно. Хотя выбор очень сложный. Посмотрите внимательно. У вас флажки. Флажок номер 3, скажем так. Символизирует у нас, как вы думаете, что? Ну, конечно же, наш прославленный театр драмы. Вот он такой зелененький, красивый, в центре города. Что может символизировать? Красный флажок. Ну, конечно, финишную красную ленточку. Значит, это те, кто голосует за первое, за учреждение в Омске Сибирского международного марафона. Ну, и это, это наши замечательные кадеты. Цвет формы, цвет ВДВ, в общем. И цвет той реки, на которой был, на берегу которой был выстроен наш прославленный кадетский корпус. Итак, внимание. На раз, два, три. Поднимаем и посмотрим. Итак, раз, два. Ну, Александр Александрович, я два подниму, можно? Три. Так, ну и чего больше? Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, посмотрите, ну, кадеты-то понятно. Дружно проголосовали. Театр у нас представлен в не очень большом количестве, но все-таки и здесь зеленые трибуны. Александр Александрович, а что, в театр, значит, вы не ходите, да? Некогда. Все понятно, все понятно. Ну что ж, а мы продолжаем. Вернемся к двадцатке сильнейших. Как показало голосование, как показало голосование, ни приезд в наш город всемирно известного ученого Брэма, ни гастроли в Омске в начале 20 века отца русского футуризма Давида Бурлюка, чьи интереснейшие живописные работы сейчас демонстрируются в Москве, и демонстрирует их знаменитая Нью-Йоркская галерея. Не то, что мы когда-то были столицей России, а мечей это не интересует. А мечей интересуют дела насущные. Дороги, рабочие места. А как вы думаете, справедливо ли это, Александр Александрович? Не, ну, живем сегодняшним днем, реагируем на те вызовы и те проблемы, которые происходят сегодня. Но важно, что и историю мы тоже помним. Причем я вижу, что у нас войсковое казачье училище здесь даже дважды представлено, о чем многие нам зрители сигнализировали, что и на первом, и на девятнадцатом месте, но под разными названиями это событие, значит, наши зрители подавали, а у нас здесь все открыто. То есть цензуры никакой нету. Заявили в таком виде события, в таком оно и осталось. Ну, новейшая история у нас представлена, причем довольно ярко. Из последних событий это звонок Владимиру Владимировичу Путину. Вот, пожалуйста, у нас героиня этого события, Екатерина Черненко, Елена Реул, сотрудница Омского планетария. Она расскажет, благодаря кому на небосклоне засияла звезда по имени Омск. Галина Кудря, координатор акции «Бессмертный полк». И Александр Рыбин, педагог дополнительного образования в высшей категории, в прошлом сотрудник полета. Вот это, что называется, наши эксперты по новейшей истории. Екатерина, первый вопрос к вам. Как так случилось? Ну, то, что вы пользуетесь сейчас, наверное, невероятной популярностью, в общем, что свидетельствует и о чем свидетельствует наш сайт, это понятно. Как так случилось, что вы решились на это? Здравствуйте. Ну, решилась я, наверное, одна из тысяч, которые хотели это сделать. Ну, вот, у меня так получилось. Думаю, изъявила желание многих о главной нашей проблеме тогда, на тот момент. Ну, конечно, мой вопрос звучал обширно, не только про дороги, я там задавала много, но сам акцент сделали, конечно, на дороге. Ну, видим сейчас... Но вы заметили, какое действие оказал ваш звонок вообще на все, что происходит сейчас в Морске? Он был первым, поэтому он такую как бы бомбу и сыграл. Вот вы понимаете, что сейчас начальник автодорожного, автодорожного, автодорожного вот этой вот службы уже жалуется, что в силу того, что дороги стали лучше, стали больше лихачить. Он говорит, по нам бы так вообще бы они оставались такие, какие были. Ну, ладно. У нас бы не повышала статистика по ДТП. Пусть лихачат, но там как-то, значит, больше полиции пусть стоит там, ГИБДД там, не знаю. Ну, мы на самом деле все благодарны, Кать, вам, потому что Владимир Владимирович там принял ряд важных решений, почти судьбоносных, там про увеличение дорожного фонда, о том, что окрасить эту строчку. Поэтому мы рассчитываем, что и дальше эти темпы финансовые не будут сбавляться. Вы как с обрушившейся популярностью потом стали жить? Потому что, во-первых, там часть общества стала переживать, что вас придадут репрессиям каким-то ужасным. БГИТ из Умска. Ну, практически, да. В Москву. Да, часть о том, что вы теперь станете там новым, там чуть ли не политическую карьеру начнете. Вот что теперь в вашей жизни происходит, хорошего и плохого после этого? У меня практически ничего не поменялось. Знаете, и популярности я на себе, слава богу, никакой не испытываю. Иногда читаю, конечно, плохие отзывы там в интернете, в социальных сетях это есть. Я, ну, не хочу сказать, что я вот такой человек, что, ну, конечно, спасибо огромное, что я там попала в двадцатку, но я думаю, каждый бы, наверное, мич на тот момент... На моем месте, надо сказать. На моем месте. Позвонил бы президенту. Позвонил бы, да. Так что, на персональные рельсы. Елен, скажите, пожалуйста, действительно ли на небосклоне есть звезда по имени Омск? Не звезда. Ах, вот так вот. Есть такая категория тел, называется малые тела, астероиды. Вот на небе Омска светит еще один Омск. Правда, бледно светит, только в телескоп можно разглядеть. Ну, открыла эту звезду омичка. В 1969 году, в феврале, Белла Алексеевна Бурнашова, уроженка Омска, она в 1944 году родилась в Омске, работала потом в Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный. Со своим мужем открыла целую плеяду астероидов, и один из них, как первооткрывательница, она назвала в честь города Омска, обосновав это тем, что это крупный сибирский центр научно-промышленный, ей не смогли отказать. Есть документы, подтверждающие все это официально. Можно найти в каталоге малых тел, малую планету Омс, как ее иногда называют. У нее диаметр всего 20 километров. Это немного, да? Это немного, да. Она находится между Марсом и Юпитером в поясе астероидов главном. И расстояние от Солнца до нее почти 400 миллионов километров. Это очень далеко. Это больше, чем до Земли, почти в два с лишним раза. Вы нам, так сказать, в рамках нашего местного шовинизма, скажите, у многих еще городов есть свои планеты? У многих. Вот та же самая была Алексеевна, она дала название еще двум астероидам, Москва и Севастополь. Ну, Москва это понятно, Севастополь так вообще очень ртуально. Значит, в такой компании можно находиться. Ну, наш город по соседству рядом с нами, Новосибирск, не просто имеет астероид на небе в честь себя названный. У них возле новосибирского планетария даже стоит такой маленький памятник этому астероиду. Это не повод, поставить памятник. Я думаю, что астероид интересен тем, что он маленький, и у него период обращения около семи часов. То есть за земной день на нем три раза восходит, солнышко и заходит. Вот, солнечные дни-то откуда в Омске. Ну, понятно, все. Самый солнечный город по статистике, да. Александр Николаевич, подхватывайте нас. Действительно ли мы город аэрокосмических традиций? Ангару не забыли, тоже в двадцатке сильнейших. Строим, строили, строим и будем строить. Да, Омск славен аэрокосмическими традициями. Не зря после Великой Отечественной войны по постановлению партии и правительства вместо производства самолетов на производственное объединение полет было развернуто производство ракет. Ракеты Р-12, Р-16 это ракетный щит нашей Родины. который в свое время сыграл очень большую роль. А Космос-3М сколько мы строили, да? 40 лет. Ракета Космос-3М это уникальная ракета, которая обладает надежностью 99%. Выводит на орбиту полторы тонны полезного груза. Затем на производственном объединении полет было развернуто производство самых современных и мощных ракетных двигателей. РД-170-171. Вы как бывший сотрудник полета освоим сейчас полный цикл Ангары? Как считаете? Ну, конечно, вот благодаря вот введению полета в конце Хруничева, да, у полета появились перспективы. И вот эта ракета Ангара сначала среднего класса, потом более тяжелого класса Ангара-5М это прорыв в аэрокосмической отрасли и Омской области. Ну и России вообще кто-нибудь? Да. Благодаря этому. Скажите, вот нас всех простых вот простых смертных интересует. Есть красная кнопка? Вот на что надо надавить, чтобы жахнуть или бахнуть? Ну, во-первых, красная кнопка это не у одного товарища, а у двоих как минимум. Это у президента и министра обороны. Ага, а в Омске нету, да? В Омске нету. И слава богу. Бог нету. Ну, в Омске нету. Александр Александрович, вот хочу сказать, что и путинская митчика, уж извините, вас так называют, и звезда по имени Омск, и Ангара, в целом они набрали, может быть, не очень много голосов. Но вот бессмертный полк из новейшей истории, он перекрыл всех вместе взятых. Тут цифры за десятки тысяч. Галина Григорьевна, ну как так? Вот вроде же, вот только же началась эта акция. Сколько ей лет-то всего? Всего три. А какой отклик у людей вызывает? Действительно, бессмертный полк – это событие и российское, и омское. Эта река человеческая вызывает потрясающие эмоции у всех. На это трудно смотреть вообще без слез. Несут портреты тех, кто не дожил именно до этого дня победы. Эти портреты несут внуки, правнуки, редко уже дети, они иногда копят даже силы, чтобы пройти хотя бы часть этого пути. Галина Григорьевна, вот сколько уже омичей приняло участие? Вот так вот, вот такие вот, может быть, приблизительные статистические данные. Да, вот. То, что происходит, вот мы видим, вот оно перед нами, тут что говорить. А мечи, насколько вот живо откликнулись на эту акцию? Вот я знаю, я сама ее снимала, как журналистка. Обещали 10, пришли 20 тысяч. Никто, наверное, даже в 13-м году, когда мы это все начинали, не предполагал, что будет из этой обыкновенной акции такое движение, российское движение. И, наверное, даже неудивительно, что в одно и то же время в разных городах, к разным людям, пришла идея выйти с этими портретами. В Омске в 13-м году было 2-4 тысячи, потом их было 12, 15, 20. И в этом году по улицам города нашего шли 30 тысяч, а в области более 50. В общем, 80 тысяч почти во всех поселках Омской области. Вот я когда слышу, что Томск придумал, все время обидно. А почему не мы? Я бы так не сказала, почему не мы. Просто, может быть, именно вот в таком формате придумали и название придумал Томск, но одновременно и Москва, и Тюмень, и я думаю, что Омск. В Новосибирске еще раньше прошли с такими портретами. Ну, мне кажется, даже некорректно говорить о том, кто это сделал вперед. Очень важно, что идут люди. Никогда, вот 70 лет прошло, но никогда еще вот такого интереса именно к этой личной истории не было. Конечно, мы сохраняли память. И в тех фильмах, которые талантливо снимали режиссеры и актеры, которые сами прошли войну, и в музеях, и в книгах, и в картинах память сохранялась. Но вместе с тем было то, что имя своего деда, своего прадеда, фотографии, похоронки, всем их не сохранились. Вот я свидетель тому очень много раз. Вот в прошлом году мы проводили акцию письмов в 41-й год. И вот один мальчик пишет «Здравствуй, дед. Прости, что я не знаю, как к тебе обратиться. Я просто не знаю твоего имени. И прости нас всех, что у нас нет в семье фотографий. Хотя, может быть, я на тебя похож». И в этом году мы к 9 мая получили просьбу от одного москвича, ему 16 лет. Так хотелось ему помочь. Он все в интернете узнал про деда. Но так случилось, что тоже не сохранили фотографию. И он обращается к мячам, ко всем помочь. Я была и в танковом институте, на танковом заводе, откуда он призывался. Я обращалась и в военкомат, и к ветеранам. Помочь нельзя. Так грустно, хотя очень хочется ему помочь. И вот, наверное, никогда, вот 70 лет прошло, но никогда не было вот у всех такого желания. Может быть, это наше даже желание выпросить у них, попросить у них прощения за то, что мы помнили... Может быть, наши вот такие патриотические акции, когда мы обращаемся в историю, к своему прошлому, может быть, мы уже и заслужили это прощение. Да, и глядя на это, да. Достойно мы представили новейшую историю. Достойно. Тогда продолжим. Итак, я напоминаю, что на сайте 12-го канала еще идет голосование, и вы можете повлиять на его ход. А пока я предлагаю посмотреть сюжет о финалисте, который занимает третье место в нашем рейтинге. Представляем Омский академический театр драмы. В Омском академическом театре драмы открылся новый 143-й по счету сезон и сразу двумя премьерами. На основной сцене показали спектакль «Искупление Фридриха Горинштейна» в постановке Алексея Крикливого. Режиссер Новосибирского молодежного театра «Глобус» давно мечтал поработать с омской труппой. Это театр, который известен не только у вас в городе, и имеет третье место. Это театр, который очень известен вообще во всех регионах. Это театр, который всегда ждут с гастролями. Это театр, который, если появляется в афише фестиваля, он просто привлекает какой-то знак качества. Какой-то свой знак качества. И те этапы, которые происходили в театре, они вписаны в историю русского, советского театра. Мне кажется, что вы просто имеете какое-то серьезное национальное достояние. Казалось бы, чем интересен молодому режиссеру, в чьем творческом активе работы во всевозможных театральных лабораториях, академический коллектив с многолетними устоявшимися театральными традициями, и где настороженно относятся ко всякого рода современным драматургам, с их бесконечными экспериментами над формой и содержанием. Академия это как будто такой чехол, который ты надеваешь и думаешь бобо-бобо-бобо, я академический такой, а на самом деле академия это очень живое понятие, и то, что внутри коллектива я чувствую вот эту энергию ежедневного поиска размышлений, проб, может быть, ошибки, которые питают нас больше, чем еще что-то, какой-то путь, процесс, который здесь вот мы сейчас чувствуем. Практически одновременно со спектаклем на основной сцене в Омском театре драмы состоялась премьера и на сцене камерной. Жизнь по мотивам повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович. Он сразу понял, какое подобрать произведение, чтобы оно соответствовало масштабу театра. Был уверен, что именно омские актеры смогут одолеть эту сложную, длинную, классическую дистанцию. Театр действительно находится в диалоге с мировым театральным сообществом. И буквально там через фестиваль «Академия», и свои гастроли, фестивальную жизнь, номинации на «Золотую маску» и прочие вещи. Но и как определенный ньюсмейкер, который создает ну, может быть, не новые тренды. Это не центр эксперимента театрального, но это какое-то место, которое производит вот этот театральный воздух. И приятно, говорит Павлович, что театр оказался в тройке лидеров исторически значимых арт-объектов Омска. Особенно, если учитывать, что посещает театр всего 5-7% населения. И, конечно же, театр не столь очевиден и актуален, как, к примеру, дороги или ЖКХ. «Если для мячей омский академический театр драмы является некой такой вот константой, чем-то таким важным, при всем том, что об этом говорят даже те, кто не является его, может быть, постоянными зрителями, это значит, что они чувствуют его присутствие, уже вшитое в материю города. И это очень сильный показатель. И это еще раз доказывает, что, во-первых, режиссеры выбрали для своих постановок правильный город, а мячи существуют в правильной системе координат, где над горизонталью с ее стремлением накапливать материальные блага всегда главенствует ось вертикальная, которая и делает жизнь осмысленной и одухотворенной. Ну что ж, те, кто любит театр, драмы, голосуйте, пожалуйста, за финалиста нашего рейтинга. Ну а мы продолжаем, и я представляю квартет следующих экспертов. Александр Лосунов, историк-краевед, Алексей Сорокин, заместитель директора Омско-областной научной библиотеки имени Пушкина, Виктор Вайнерман, директор литературного музея имени Достоевского и Алексей Матвеев, забыл, кандидат исторических наук. Ну вот провели день города, отгремели торжества, салюты. Довольны ли вы тем, что получилось? Ну, всегда есть куда хуже, поэтому вообще все было замечательно. Дмитрий Петрович, ну без ложки дегтя вы никак. Нет, на самом деле, вот хорошо было, как это шло все по нарастающей. Может быть, сам последний финальный день был как-то немножко более типичный. А вот именно то, что это не сконцентрировало все на одном день и опен-эйры, я думаю, теперь мы уже планку опускать не имеем права. А теперь каждый день города должно быть так же все увлекательнее. Неделю будем гулять теперь. Ну не меньше. А как мы с вами Воскресенский собор открывали? Ну что вы? Без звука. Да ладно. И со звуком, и с картинкой, все красиво было. Но открывали, положим его, не мы. Не мы. А мы объясняли, что они там делают. Да, да, да. Саш. Памятника нет? Воскресенский собор? Ни Бугольцу, ни Петру? А, ну про Воскресенский собор. Да, Воскресенский собор я просто хочу подхватить. Это действительно достойный очень подарок города к 300-летию. Вот. И даже если он будет сейчас, так скажем, использоваться как объект культуры, да, вот, но там все равно будут и в праздники, как вот было во всеуслышании объявлено, да, вот, будут проводиться и богослужения. Это очень важно. Ну и, конечно же, очень бы хотелось, чтобы и военно-историческое общество там разместилось, и была экспозиция соответствующая. Выставлять есть что, поверьте, потому что вот эти два уникальных экспоната, они обнаружены вблизи Второй Омской крепости. Я специально захватил это стрелье. Вот что значит краевед. Да? Все со своим сразу. А это вот стаканчик 18 век, но это уже как раз время Второй Омской крепости. Нет, Воскресенский собор обязательно будет использован в тройном назначении. То есть там действительно будут богослужения, там будет размещаться музей истории города, и там обязательно будет музей, выставка, экспозиции Российского военно-исторического общества. И это будет втройне уникальный объект, конечно. Как говорят, не надо пугаться то, что называется новоделом, что музейные работники, они вообще привыкли к этому, да, что все реконструируется, все как бы вновь воссоздается. Ну а что касается все-таки памятника, что же нам с ним делать? Бугольцу или Петру? Ну Петру-то понятно. И Петру, и Бугольцу всем надо ставить. На самом деле памятник, многое новое, это хорошо забытое старое. Если говорить о памятнике Петру, то, ну как минимум, а я думаю, даже несколько раньше, известно давно, что эта идея родилась к 200-летию Омска и проспект Петра Великого. Уж это точно не требует больших затрат. Может быть, проспект Маркса переименовать проспект Петра Великого. И тот великий человек. Но Петр-то имеет большее отношение к истории? К Омску, да, конечно. Ну а что касательно памятников? Вот, например, говорят, будет в этом, уже несколько установили, причем есть такие лаконичные вещи, доска на, причем у нас, например, в церкви Сергия Радонежского аж два памятника. Один говорит, что на этой стороне стояла улица Лермонтова, другой говорит, что на той стороне. Но я так думаю, что она могла и там, и там стоять. В принципе, лучше два памятника, чем ни одного. У нас же два восковых толчака. Абсолютно верно. А вот будет памятник Певцову. И это очень радостно, потому что 50 лет об этом говорим. И, наконец, человеку, которому стоит памятник Филадельфии, путешественнику, который выходил из Омска, путешественнику мирового уровня, будет памятник. Ну а Королеву военно-историческое общество поставило памятник. Ермаку. Ну поставили Королеву, Ермаку. Все равно как-то обустраивается город-то с исторической точки зрения. Для меня вообще, конечно, очень странно, почему вот практически во всех городах ведь стоят памятники основателям. Ну вот куда-то и не приедь, ты по Сибири, по Уралу, а в Омске до сих пор памятника нет. Честно говоря, мне немножко обидно, конечно, что, на мой взгляд, самое важное событие в жизни человека это его рождение. А самое важное событие в истории любого города, в городе тоже живой организм, это тоже его рождение. Но у него, у Омска, у многих городов отцы легендарны. Там Юрий Долгорукий, у Москвы, а может, боярин кучка. А Петербургу повезло, у него известно кто, отец. Вот и Омску повезло, его отец совершенно реален, его есть фамилия, имя и отчество. Там есть там буква Г или нет, там буква Г, это другой вопрос. Да, я хочу больше сказать, например, в Иркутске стоит памятник основателю города, но неудобно в студии произносить его фамилию, но я это сделаю. Его зовут Пахабов, Яков Пахабов, казак, но стоит этот памятник, ему никаких проблем нет. Ну, никто же не знает, как выглядел Пахабов. Александр Александрович, Достоевскому тоже стоит памятник, но Бугольц на 12 месте, а Достоевского в 20-ке вообще нет. Куда дели Достоевского, любовь к нему? Достоевского он даже два памятника стоит. И еще Манжоса Борельеф. Ну, еще Борельеф тот, как бы не самостоятельный памятник. Виктор Славович, что случилось? Почему? Про Достоевского никто не вспомнил, хотя и рассказывали, и показывали. В кандалах ходили здесь. Мне кажется, тут две из причин. Первая из них, что мечи хотят забыть о том, что Омск когда-то был местом ссылки и каторги, я думаю. Потому что для самого Достоевского Омск был олицетворением системы наказания. Он здесь носил кандалы, он здесь мучился, страдал во строге. И то, что происходило внутри него, никому сейчас, в общем-то, неизвестно. Все читают романы его, но забывают о том, что если бы не Омск, то не было бы Достоевского. Не было бы писателя Достоевского, конечно. Не было бы Достоевского, это сейчас об этом все говорят. Это первая причина, мечи стараются забыть, да? Вторая причина, как мне кажется, что все-таки у нас недостаточно читают Достоевского. Вот есть книжка «Достоевский о нас», она только что вышла из печати. Здесь актуальны сегодня высказывания Достоевского. Оказывается, он о нас давным-давно все рассказал. О том, как к России относятся в Европе, и почему Россию не любят. О том, как русского можно узнать за границей. О том, как мы живем, о наших взаимоотношениях. Ну, о многом, о многом. Вот открываешь, и Достоевский о нас. Вот это удивительно. А мы читаем, мы даже не читаем, мы бегло проходим преступление-наказание в школе, это в лучшем случае, если мы от корки до корки прочтем эту книгу. А в худшем-то мы и ее не прочитываем. А ведь Достоевский, это не только еще, это великое пятикнижие, но это и дневник писателя, это и его публицистика, колоссальный массив. У вас такая книжечка одна? Вот я принес специально, чтобы вам подарить. Объявляйте конкурс, кому подарить. На всю студию одна книжечка. Алексей, ну, вы-то с последними впечатлениями, да? Только что вернулись из экспедиции, ну, почти только что. Где были, что делали? Ну, мы вернулись в день рождения города и прибыли самыми главными гостями на наш праздник. Во главе с большой парусной эскадрой на струге атаман-Ермак мы вошли в наш город, нас приветствовали сотни тысяч амичей. Мы увидели реконструированный Воскресенский собор и были рады, потому что, когда уходили в экспедицию, он еще не был построен, купола еще не стояли. В этом году состоялась большая международная комплексная экспедиция, которую организовало Омское отделение Русского географического общества и Павлодарский дом географии. Она состоялась от Омска до села Ямышево, до Ямышевского озера, откуда и началась история будущей Омской крепости, и вернулась обратно. Экспедиция прошла при поддержке правительства Омской области, и наших попечителей у нас есть такие, у нашего Омского отделения, за что им большое спасибо. Ведь Буквольц основал первую Ямышевскую крепость, а потом основал Омскую крепость, а потом в течение пяти лет между ними возникли еще крепости, форпосты и редуты, и наша задача была найти места расположения этих оборонительных сооружений. Важно было провести там просветительские мероприятия. Нашли, провели. Нашли, провели, а еще наша эскадра в составе пяти яхт пришла в город Павлодар и приняла участие в празднике Дни Иртыша. И представьте себе это зрелище, когда был большой парад судов в Павлодарской области и замыкали наш пять красавиц под руководством Сергея Борисовича Щербакова. За что Сергею Борисовичу Щербакову президент России вручил... Указом президента, да, вручена медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Борис Васильевич, вы довольны? Деяниями своего однофамильца. Еще, Светлана, если позволите. Понимаете, у нас была большая гуманитарная миссия, ведь жители этих населенных пунктов это потомки сибирских казаков. По сути, русские люди живут на территории соседнего с нами государства. И для них проход эскадры, проход наших автомобилей, на которых были российские флаги. Наверное, не один мальчишка, сидя дома, увидев русский флаг, российский, спросил своего отца, кто они, что, зачем они. И тот им рассказал, знаешь, а мы казаки вообще сибирские. И вдруг у этого мальчика что-то проснул. По крайней мере, мы думаем, что наша экспедиция была не просто атака. Она была важна для русских людей на Паладарской земле, она была важна и для наших казахстанских друзей. В общем, мы почувствовали дружбу и любовь Казахстана к Омску. Но и ведь Алексей представляет здесь еще и музей Врубеля, в одном из подразделений, которого в корпусах, в дворце генерал-губернатора, в этом году была развернута выставка, которую организовал, провел, сделал 12-й канал. И это был наш такой нетелевизионный подарок к 300-летию города. Известный российский художник-карикатурист Александр Зудин нарисовал 30 рисунков. В 30 рисунках отразил 300 лет истории Омска. И вы сейчас видите на экране, здесь как раз те изображены события, о которых мы и говорим здесь, в этой студии. И «Бугольс», «Кадетский корпус», здесь театр драмы, и Михаил Александрович Ульянов, и вся та жизнь, которая бурлила. Вот «Сибирский марафон», «Авангард», «Арена Омск». Все бегут. Да, между прочим, руководитель «Кадетского корпуса» на трибуне вместе с маршалом Язовым, Достоевский. Эта выставка несколько месяцев работала. Итогом? Да, итогом. Эти рисунки, а также тексты об истории Омска соединены в книгу, которую я, пользуясь случаем, хочу передать в дар Омской областной библиотеке, для того, чтобы она там находилась, на вечном хранении, и была доступна. Спасибо, Петрович. Спасибо. Тем более, что она мне очень дорогая, я тоже немножко там ее почитал. А я, в свою очередь, хочу подарить передачи 12-му каналу «Омск в описаниях путешественников». 300 лет, время и город. Новое дополненное издание. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, а теперь о спорте, как говорят в наших выпусках новостей. Какие бы ни проходили у нас в эфире рейтинги, опросы, исследования, львиную долю в них занимают события, посвященные спорту. Не случайно поэтому первый сибирский международный марафон занимает в нашем рейтинге второе место. А в дни праздничных мероприятий, в преддверии главного спортивного события, значит, самого марафона, занимал первое место. О, спорт, ты мир. Уже более двух десятков лет Соборная площадь становится центром притяжения легкоатлетов со всего мира. Именно здесь, в самом центре города, берет свой старт знаменитый сибирский международный марафон. Сегодня СИМ, а именно так звучно называют марафон его многочисленные поклонники, престижное спортивное состязание, в котором участвуют десятки тысяч бегунов со всего мира, с миллионным призовым фондом. Первый старт состоялся 4 августа 1990 года. Тогда испытать себя решили полторы тысячи человек, 366 из которых сразу же заявились на классику, дистанцию в 42 километра 195 метров. Идея провести в Омске слет легкоатлетов принадлежит двум бегунам-любителям, педагогам Омского политеха Александру Ковалеву и Дмитрию Хатько. В 1988 году они, будучи участниками международного марафона в Москве, познакомились с американцем Мэрилом Герингом. Узнав, что его новые друзья приехали из далекой Сибири, он пригласил их вступить в Ассоциацию легкоатлетов мира, а позже, как бы шутя, предложил встретиться через год, но уже на марафоне в Сибири. Сибирикам-энтузиастам повезло. Идея провести в городе спортивное мероприятие подобного рода нашла отклик, как у руководства региона, так и у простых амичей. Вот это вот было окно в Европу. Мы с одной стороны, а иностранцы с другой стороны рубили окно в Сибирь. Конечно, им понравилось. Они приехали, они немножко обманулись в своих ожиданиях. Все считают, что у нас же тут медведи ходят по улицам и так далее. Медведи не увидели. Они увидели вполне приличный мегаполис, тем более миллионный мегаполис. Тем более, мы как гостеприимные хозяева навели в городе порядок. Ломая стереотипы, Сим стремительно ворвался в жизнь некогда закрытого для иностранцев промышленного сибирского миллионника. Надо дать должное. Очень многие идеи, которые в 1990 году марафон были изначально положены, были совершенно новаторскими. Такие понятия, как спонсор, менеджмент, не существовали вообще в принципе в 90-х годах. И все это появилось именно на первом марафоне. В общем-то, первый марафон, по сути, открыл город Томск для зарубежных участников. Город был закрытым, это известный факт. И приезд сразу большой группы, более 30 человек, представителей марафонского движения из-за рубежа, факт тоже сам по себе удивительный. Я так думаю, что марафон существенный шаг сделал в развитии нашего города. Уже на второй год своего существования Сим получил сертификат международных марафонов и пробегов. А еще через год был установлен и рекорд трассы. Молодой уфимский спортсмен Эдуард Ухбатулин пробежал дистанцию за 2 часа 13 минут. Побить его результат до сих пор так никому и не удалось. В 1995 году в программе Омского марафона появился новый вид Экиден. Состязание было придумано японцами еще в начале 20 века. Однако захватывающая шестиэтапная эстафета пришлась и о мечам по душе. Как и забег на роллерах, который, стоит сказать, в России был проведен впервые. Самые же сильные эмоции по праву доставались спортсменам-колясочникам, воспитанникам Омской школы, неоднократным участникам Паралимпийских игр. Много лет подряд они показывали на марафоне результаты, не оставляющие другим спортсменам никаких шансов. Посмотрите, момент триумфа. Я скажу, что это момент триумфа не только Алексея Иванова. Его, конечно, в первую очередь, посмотрите, вот это. Это момент триумфа омского спорта вообще. В свое 18-летие сибирский марафон установил рекорд массовости. В нем приняли участие более 16 тысяч человек из 20 зарубежных стран и 41 региона России. Неоднократно на пьедестал почета поднимались и амичи. Их имена вместе с другими призерами хранит сегодня летящий ввысь в своем стремлении быть первым бронзовый бегун. Сегодня один из символов Омска и его большой истории. Ну что ж, это был сюжет в защиту второго места. Но про спорт мы еще говорим. О наболевшем вчера авангард в матче с Алаватом Юлаевым проиграл. Дать отчет за все, что происходило вчера, мы пригласили в нашу студию Олега Малицкого пресс-секретарь хоккейного клуба авангард Александр Костяков арт-директор хоккейного клуба авангард Олег Качесов заместитель директора департамента подготовки резерва хоккейного клуба авангард и Константин Ященко менеджер по работе с болельщиками. Что было вчера? Почему проиграли опять? А также поза-поза вчера там и поза-поза-поза и так далее. Если уж эту линию продолжать, давайте вспомним, что было и поза-поза-поза-поза, а там были победы. Ну, на самом деле, все просто. Проигрывать, конечно, не очень приятно, но это неизбежно, потому что в сезоне 60 матчей и в регулярном чемпионате и всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конечно, хотелось бы побеждать больше, побеждать чаще, но у нас это было в самом начале сезона, сейчас легкий спад и процесс, он на самом деле очень объясним легко. Команда в процессе строительства сейчас находится, тренер пришел новый в самом начале сезона и конечно, хоккеисты находят игровые связи, тренер находит связи с хоккеистами и все это непросто. И конечно, вот так, чтобы серийно побеждать по там 10 раз подряд, это сейчас наверное никому недоступно, даже ЦСКА и СКА. По той простой причине, что конкуренция в лиге очень серьезно выросла и каждая команда, которая к нам приезжает, она естественно хочет выиграть, даже как и мы. вы упомянули, как кажется ЦСКА, скажите, вот как мы можем здесь противостоять вот этим жирным богатым клубам, потому что мы понимаем, что там безграничные финансовые возможности и ресурсы, а у нас, что у нас вот в качестве противовеса? тренерская мысль, исполнительское мастерство, дисциплина, порядок, характер. и болельщики. Вы меня буквально с языка сняли, безусловно, болельщики, по той простой причине, что я, знаете, не буду говорить вот эти банальности, что там хоккей жизни, все остальное, да, это все давно известно и сбито. Я приведу простой пример. Хомутов, чешский город, ну, я не могу сказать там захолустный, да, но обычный чешский городок, не центральный совсем, да, там наша команда проводит сбор, да, и вот у нас первый контрольный матч. Мы идем, и мы глазам своим не верим. Вот перед первым контрольным матчем, ну, я не скажу, половина стадиона, но треть стадиона точно в наших цветах. Люди с Европы, которые жили в Омске когда-то, переехали, ну, мы знаем, да, Азовский национальный орг много делегатов, так сказать, в Европу, да, отправил и так далее, и так далее. Они все приезжают поддержать команду, и они до сих пор верят и любят ее. И вот эта связь, она реально, этот мост, вот он из Омска в Европу и дальше по всему миру. У нас есть... Ну, вот Константин, да, отвечайте за болельщиках, то... На самом деле, всегда приятно слушать хорошие слова наших болельщиков, потому что мы... Азовский бой от Олега, да. У нас этот год знаменательный, во-первых, 15 лет отпраздновала московская диаспора фанатов хоккейного клуба «Авангард», мы их поздравили. Следующий год юбилейный для нас 30-летие будет праздновать Омское фанатское объединение болельщиков. Мы всегда с командой, где бы она ни была, мы ее очень активно поддерживаем и в успешные игры, и те, которые иногда случаются, как вчера. У нас очень большая армия болельщиков. Мы готовы принимать болельщиков со всего мира, любых, чтобы к нам приходили, болели за наш любимый клуб. Ну вот, продолжая тему, раз уж я о ней заговорил, там, да, вот, про богатые клубы, которые скупают звезд везде пачками, там, из-за океана выписывают, а вот мы своих, так сказать, да, вот молодежи, можем противопоставить? Там у нас как смена-то подрастающая? Смена у нас растет, и каждый год, в общем-то, мы выдаем в команду молодежной хоккейной лиги. В этом году вот 12 человек удалось подписать контракты, которые ребята устраивают на данный момент уровень подготовки. И вот наша задача, именно подготовка резерва, качественного резерва, для этого нам создаются как бы максимально возможные условия. А есть талантливый мальчишки? Они всегда есть. Или это вот только от условий зависит? Нет, но таланту нужно помочь, создать те условия, в которых он может развиваться. Главное, чтобы они потом не сбежали просто. Но это уже другой вопрос, это к руководству клуба. Почему? Вернее, дай это почему понятно. 2004 год, на четвертом месте, авангард, чемпион, все во всех рейтингах. Что бы мы ни проводили, без этого события никуда. Почему? Потому что это чемпионство, и понимаете, что вот еще, Александр, отвечая на ваш вопрос, что и как противостоять, что противопоставить СКА, ЦСКА. Я хочу сказать одну простую вещь. Веру, верьте в команду, верьте в нас, и все будет хорошо. Есть такое через растишье. Есть истина простая. Поймешь в какой-то миг, что крылья вырастают у тех, кто верит в них. Поэтому, Вера, болельщики, приходите на хоккей. Александр, вот смотрите, в общем-то проект патриотического содержания. История превалирует, но спорт всегда. Вот все-таки что-то есть в этих проектах, что интересно не только любителям литературы, культуры, истории, но и спортсменам. Вы знаете, сегодня «Авангард» это не просто какой-то клуб, а сегодня «Авангард» это социальный проект для нашего города, для нашей области. И не просто шоу, не просто вид отдыха, а это еще и продвижение здорового образа жизни. И если вы придете на хоккей, вы можете увидеть все. И всех встретить там, и военных, и пожарных, и людей культуры. В общем, это большое объединяющее, такое мощное для Омской области. Такая региональная национальная идея. Александр, вы мне за кулисами просто такие добрые слова говорили, что наши проекты помогают здоровому образу жизни. Вы знаете, да. Я хочу сказать, во-первых, спасибо 12 каналу за те хорошие трансляции, которые вы организовываете из всех городов, где играет «Авангард». И спасибо большое отдельное за те программы, которые вы создаете, потому что они очень нужны в наше время. Те программы, которые рассказывают про историю нашей области, нашей страны, рассказывают о тех людях, которые, собственно, сделали большой вклад в мировую историю, науку. И спасибо вам за то, что вы любите Омск и Омскую область. Любим. Но на самом деле, действительно, ведь это 131 событие навсегда, это останется на сайте у нас в специальном разделе, и будут вырастать все новые и новые поколения, ребят. И вот это, по сути, учебник Омской истории, потому что за каждым событием есть своя история. И «Авангард» вписан в нее золотыми буквами. Я думаю, что не только «Авангард», но и весь спорт Омской области. И не только спорт. Ну что ж, мы все ближе подбираемся к финалу. Участник голосования номер один с беспрецедентным количеством голосов почти 30 тысяч. Омский кадетский корпус. На всероссийском конкурсе «Старт в науку» техническая разработка кадета Омского кадетского корпуса Богдана Поспелого получила диплом лауреата. В ученых кругах вот этот робот уже так и называют автомат Поспелого. Что вполне понятно. Материально-техническая база в корпусе на самом высоком уровне. Если в школах закрываются программы в силу отсутствия электронного обеспечения, кадеты давно уже осваивают общий образовательный материал, используя планшеты как учебники. Работает электронная библиотека с доступом на сайты библиотеки президента России. Большое внимание уделяется спорту. В корпусе открыта единственная в Омске военная кафедра физической подготовки под руководством майора Якубовича. А количество часов, проведенных кадетами в спортивном зале, соответствует уровню первого разряда. В спортивном плане они у нас достаточно сильные кадеты. Одиннадцатый класс вот, например, у нас в этом году проходил спорта-киад суворовских, нахимовских училищ, президентских училищ кадетских корпусов. В этом году Омский кадетский военный корпус занял почетное пятое место. Восемь видов спорта представляли мы. Ну и очень достойно мы выступили. Хотя мы выступали в этом году первый раз. Омские кадеты сильны не только в учебе и спорте. Креативно, творчески мыслить одна из приоритетных задач по воспитанию будущих кадровых военных. Добрый день. В эфире очередной... Сейчас. Добрый день. В эфире очередной выпуск информационной программы «Кадетские вестни». Я ее ведущий кадет Новиков. Всего год, как в корпусе, существует своя телестудия. Но одна из стен в ней уже отдана под дипломы и призы. Самая, наверное, почетная... Ну, знаете, что не бывает маленьких и больших фестивалей. Но, тем не менее, то, что душу всем ребятишкам греет... В феврале съездили в Казань, где нам вручили за лучший полнометражный художественный фильм. И он серьезно полнометражный, серьезно художественный, постановочный. В номинации лучшая режиссерская, лучшая актерская работа, где принимали участие на полном серьезе московские киностудии. В октябре омские мальчишки поедут на Всероссийский фестиваль творчества кадет, где они удостоены первой премии. Повезут новый короткометражный игровой фильм. В нем омичи уже не просто кадеты, а будущее элитных войск России. С 2014 года омский кадетский корпус относится к воздушно-десантным войскам и прикреплен к 242-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Омске в поселке Светлом. Наши кадеты разносторонне здесь у нас развиваются в течение срока всего обучения. В этом году мы набрали уже шестого класса кадетов. На следующий год будем набирать пятый класс и будет уже полный цикл семилетнего образования. И вот за 7 лет мы из маленьких мальчишек они вырастут крепких молодых юношей, которые продолжат свою учебу в высших военных учебных заведениях и получат великолепное военное образование и в дальнейшем будут служить на благо нашей Родины. Никто кроме нас не выдержит это воздушный десант на самом краю Никто кроме нас мы падаем в небо несут купола к победе в бою Никто кроме нас это был последний сюжет в защиту финалиста номер 1,2,3 тут уж как сейчас у нас пройдут так называемые финальная схватка у нас баталии баталии я представляю тех кто до конца решил отстаивать позиции финалистов итак адвокат омского академического театра драмы тележурналист Елена Мамонтова с адвокатской речью в защиту первого сибирского международного марафона выступит министр спорта омской области Константин Подбельский многолетний многолетний директор собственно да здесь он именно как человек который этот марафон из года в год делал непосредственно и в защиту омского кадетского корпуса кандидат исторических наук человек который знает про кадетский корпус все это я точно знаю Владимир Шелдяков начнем с третьего места или начнем с дамы я думаю так поддержим Елена Мамонтова сейчас я думаю что не о месте нужно рассуждать о роли и о назначении и наверное о судьбоносной роли театра потому что если давайте задумаемся о том что для нас значит этот театр вообще существование его в жизни в социуме то обратимся к истории она нам ответит как вы думаете сколько понадобилось истории города Омска молодому городу только возникшему на карте России для того чтобы решить театр нужен ну это произошло еще когда возник оперный дом правильно чуть меньше 50 лет 48 лет и нужен был театр я понимаю прекрасно что такая идея пришла в голову человеку образованному генералу Шпрингеру но театр возник театр оказался нужным и он уже начал свою историю век спустя Омск острог каторга но именно среди каторжан возникает идея создания театра и мы уже видим спектакли которые играются в каторжном остроге к этому имеет отношение Достоевский и даже говорят что он репетировал с ними вместе чуть-чуть но то что он об этом писал в записках из мертвого дома и это уже факт состоявшейся истории 1851 год театр есть театр был театр есть чуть-чуть еще осталось прожить городу Омск 120 лет и открыта подписка на создание первого настоящего театра подписка на сбор денег и именно горожане начинают приносить деньги средства для того чтобы возник театр театр получился деревянным не очень долго простояло деревянное здание сгорело через 3 года и все равно продолжали играть спектакли где придется где возможно где вот в режиме дебатов я просто хочу только возразить ну было бы странно если бы в городе миллионники не было бы театра драмы то есть в принципе что вот такого выдающегося ну и в городах небольших есть театр в каждом российском городе есть театр драмы да 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 но не в каждом театре города в российском городе есть театр драмы это гораздо меньше статистика на самом деле но в ситуации как бы давайте все-таки опираться на историю она всегда нас очень многому научит и вот в этой ситуации когда в городе буквально через 50 лет появляется такая яростная потребность в том чтобы у нас все-таки был театр и было куда приходить и эта традиция продолжается через каждые 50 лет и там 20 лет и так далее все равно возникает даже сгоревший театр он не стал точкой и окончанием этой истории все равно зрителям жителям нужно было куда-то приходить и смотреть спектакли поэтому и возникает еще одно здание и ему уже сейчас больше 100 лет где театр происходит и где он продолжает свою историю платный годовой абонемент Александру Александровичу это растопит его сердце но с другой стороны в этом потоке в этом потоке как бы энергии человеческой ведь не только актер выходящий на сцену делает нас зрителями но и зритель становясь именно зрителем открывает себе художника именно на этой позиции нужно рассматривать потребность Омска в своем театре понимаете именно на этой позиции мы сейчас говорим то например вот поток человеческой энергии ежегодно выплеск такой мощнейший это сибирский международный марафон и здесь-то как раз вот сколько российских городов имеют свои марафоны Константин Олегович на сегодняшний день уже немало и вот если говорить про поток энергии ну мы это когда начали да вот этот поток как раз поддержан теми тысячами голосов которые отданы были за это событие я бы сегодня хотел в первую очередь сказать спасибо всем кто отдал эти голоса это действительно очень неожиданно и чрезвычайно приятно потому что все эти люди осознают роль которую сыграл марафон в жизни города Омска и вы знаете я вспомнил слоганом первых нескольких марафонов в начале 90-х были слова мы меняем ход истории это действительно подчеркивает вот такую неразрывную связь причем слоган это придумали не организаторы этот слоган шел именно от тех людей которые это событие создавали потому что мы это очень широкое понятие мы меняем ход истории это все мы кто бежит по улицам города Омска это все мы кто поддерживает бегунов кто выходит и болеет за них на трассе это все кто смотрит в том числе замечательные прямые трансляции 12 канала с трассы марафона поэтому это настолько широкое понятие мы коллеги из авангарда уже сказали что это событие объединяющее и марафоны не знают границ а мы идем в русле истории нам не нужны революционные события я думаю сейчас в любом случае нас объединит с Константином потому что поток энергии он имеет все равно уже положительный заряд но просто энергия она немного означена по другому потому что марафон мимо театра пробегает и мимо кадетского корпуса а театралы бегают откуда вы знаете забираются трупы и бегут потому что подчеркну это событие без границ реально без границ географических без границ марафон нам дает все-таки каким-то образом развитие тела а вот именно в театре мы думаем о том что мы развиваем свою душу мы только думаем но у нас это и получается потому что именно тот момент зрителя когда он становится соучастником представления мы же о визитных карточках говорим о брендах он понимает что в нем рождается тот самый художник а в каждом городе есть театр и в этой ситуации так этот театр знает по всему миру омский театр драмы это после Москвы и Петербурга я хочу сказать почему все-таки почему все-таки это бренда а вот в Новосибирске например театр там же Банановый король его возглавил сейчас он поизвестнее гремит видите ну так он известен потому что Банановый король а театр драмы знали до Бананового короля это диалог из плоскости бытовой в плоскости над бытовую потому что театр все равно это над бытовая плоскость и прекратите про бананы это на самом деле оскорбляет просто саму идею существования этого театра так вот мы если говорим о зрителе который сейчас голосует за театр а вот посмотрите у нас на сайте у вас на сайте 13,5 тысяч зрителей проголосовали за театр что такое 13 тысяч давайте представим вот я была в маленьком городе Тара где есть театр какая вместимость вообще театра 13 тысяч это ровно половина Тары представьте половина Тары встает вечером и идет в театр понимаете что им нужно там почему они это хотят сделать почему они хотят приобщиться сколько вместимость в театре драмы 100 человек какие 100 человек вместимость в театре 400,500 мы сейчас подождите я ментально в Таре в Таре да значит в Драме у нас 700 мест и если мы говорим про удобные места 465 человек 465 ну вот видите 13 тысяч если разделить проголосовавших на 465 то я пока пойду посчитаю но это много но это много в том-то и дело я просто хочу представить сколько это какая большая армия если учесть что в театр ходят по статистике а если их потом еще поставить и они побегут сибирский марафон то тоже будет впечатляющая цифра так и происходит конечно я все таки свою адвокатскую вещь должна закончить по адвокатски раздали мне эту роль поэтому я ее до конца так эффектную точку поставить значит я вам хочу сказать что если театр все таки пробуждает нас художника и доставляет нас поверить хотя бы на секунду что смерти нет что жизнь вечно значит этот художник это наш ответ очень серьезному очень серьезной мысли которая очень здорово выражена именно Бердяевым в его самопознании когда бог ждет в человеке ответа творческого ответа человеческого ответа он нуждается в творчестве человека вот на этой дерзновенной мысли вы можете дальше голосовать он есть а вот марафон это ответ на что нет нам достаточно третьего места мы и так в рейдинге мы есть дерзновенная мысль так я даже не пытаюсь опланировать потому что марафон это тоже событие духовное и не случайно была подчеркнута сила духа любого марафона за мной сидит Марина Ковалева победительница сибирского марафона она знает что первым это мысли кто-то в голове поэтому еще раз подчеркну я не пытаюсь никому опланировать ни с кем спорить потому что изначально это событие доброе и вот это доброта его подчеркивается ну наверное теми улыбками теми той энергией которую несут все участники и зрители мы выяснили что у нас театр знают во всем мире марафон это визитная карточка мы переходим к омскому кадетскому корпусу я значит в режиме я удивляюсь вашему спокойствию вот так как стоит кадетский корпус не зеблемы не незабедны а поскольку театров мы выяснили много в России марафонов теперь тоже хватает но наверное и военных училищ и кадетских корпусов достаточно почему тогда вот первое место омский именно кадетский корпус настолько это важно для города понимаете вообще меня смущает сама постановка вопроса потому что все три явления нашей истории нашей культуры они очень значимы большое спасибо всем тем кто проголосовал за эти три явления но вот мы говорим марафон марафон а откуда пошло это слово если бы не было сражения в марафонской долине в древней Греции то не было бы и марафонской дистанции вот вас и рассудили и тот гоплит который бежал в Афины не за миллион рублей и спустил дух сказав радуйтесь Афиняне мы победили он имя его известно но это как бы одна из версий он ведь что хотел чтобы жители перестали бояться что войско вернется с победой что не придут враги которые будут грабить не было бы сражений не о чем было бы спектакли ставить в театрах в эпидавре они игрались как раз таки для душевнобольных чтобы их оздоровить и последняя стадия их выписывали и отправляли в эпидавр и там они обретали уже абсолютное здоровье понимаете в общем театр вдохновлял военных на сражения и лечил тоже еще потом понятно хорошо и тоже и древние греки придумали олимпийские игры не для того чтобы развлекаться или ставить рекорды а для чего для чего они дали копья диски бегали занимались кулачным боем они готовились к чему к войне они готовились к войне то есть армия это фактически единственный гарант существования народа в принципе любой амич может пойти в театр драматический почти любой амич может пойти и пробежать какую-то дистанцию во время марафона но не каждый попадет учиться в кадетский корпус почему потому что офицерский корпус это ядро стержень армии это особый отбор и мы амичи должны гордиться тем что вот уже 200 лет на значит в эркетическом берегу в нашем городе куются кадры для армии для российской императорской для советской а сейчас снова для российской армии сначала офицеры шли в сибирское казачье войско в сибирские линейные батальоны потом они стали по всей армии распределяться и вот допустим актеры или спортсмены они выезжают на гастроли на соревнования но они возвращаются конечно же они работают прежде всего на регион на город а офицеры которые потом по всей стране идут служить они работают на страну понимаете на страну но не поспоришь нет на самом деле я хотел сказать что возможно вот на высокую позицию еще повлияла действительно история корпуса и его выпускники большое количество достойнейших известнейших людей причем самого разного если можно так сказать профиля да то есть там были и те кто и ученые и политики и писатели и все были да это правда театр точно так же имеет и огромную и известность и мировое признание так и в марафоне многие берут известные люди Лена поддерживает свое стремление защитить театр а сколько известных хомячей каждый год выходит на трассу марафона да а сколько известных хомячей пополняет столичные и не столичные и дальше зарубежные театры так да ходят и все брейк ну что ж где ваши флажки я предлагаю еще раз проголосовать и проверить изменилось ли мнение студии сумели ли наши адвокаты переубедить вас Ксан Саш где ваши флажки ну я не могу я скажу в финальном все таки в театр вот сейчас закончим и в театр отпустят в такое время отпустят театр всегда вам хорошо итак на раз два три поднимаем раз два три так же что с зелеными побольше побольше мы идем в театр и мы идем в театр все я поздравляю я думаю все победила дружба а сейчас мы посмотрим голосование вот внимание у вас на экранах голосование не изменилось Владимир Шулдюков сумел убедить остаться на своих позициях голосование наших телезрителей и сейчас мы должны посмотреть что у нас на сайте мы останавливаем игру стоп игра да вот 27 тысяч вот как я и говорила почти 30 тысяч это кадетский корпус 22 тысячи это сибирский международный марафон и чуть более 13 с половиной тысяч за театр авангард достойно удерживает четвертую позицию но справедливости ради хочется сказать что видите у нас еще неожиданное пятое да есть место с небольшим отрывом четвертого просто это еще раз подтверждает то что как это принято говорить молодежи это не заряженный конкурс все по-настоящему то есть вот те события которые наши зрители жители считали важными они добавляли и за них голосовали и мы вместе вот эту народную летопись важных событий написали но мы все-таки предполагали что омский кадетский корпус что его позиция не изменится что он останется финалистом поэтому мы связались по телефону с начальником омского кадетского корпуса героем советского союза Николаем Васильевичем Кравченко он у нас на связи Николай Васильевич здравствуйте здравствуйте вы откуда я из Крыма нам в студию город Ядольф военной санатории дали все-таки начальнику немного отдохнуть Николай Васильевич ну ваши победили что вы можете что вы можете сказать им в напутствии по этому поводу ну единственное что сказать наверное так держать молодцы я сам уважаю театр неоднократно участвовал в марафоне но кадетский корпус это действительно защита нашей родины наших интересов это будущее защиты и офицеры и поэтому я им желаю побед всяческих везде на всех фронтах и вот на таких передачах и на КВН у нас команда участвует на КВН и в спортивных состязаниях в жизни и везде быть впереди быть первыми и главное защищать свою страну свою родину спасибо Николай Васильевич мы еще раз поздравляем кадетов и у нас у них есть что нам сказать тоже я представляю Александра Михайловича Рисованного заместитель начальника кадетского корпуса по воспитательной работе по распоряжению начальника кадетского корпуса героя Советского Союза Кравченко Николая Васильевича за сохранение преумножения кадетских традиций за большой вклад в дело воспитания и патриотическое воспитание кадет современных кадет награждаются памятные медали Омский кадетский корпус Шелдяков Владимир Александрович вот защищал защищал до последнего А также Лазарева Светлана Николаевна Спасибо Давайте я так Я так возьму Спасибо У меня тоже будущий кадет растет ему уже 8 лет Спасибо большое Александр Александрович Ну что Ваше последнее слово Я хочу еще раз поблагодарить всех наших зрителей наших гостей Мы вместе сделали большое дело и я повторюсь еще раз это третий наш проект на Ниве просвещения образования но с элементами обязательно с элементами интерактива интерактива в игровой форме мы определили омеча номер один мы составили народную карту достопримечательности Омска мы написали народную летопись из 131 события самых интересных значимых событий в истории омского приортышки мы вместе с вами вступаем в новый сезон и запускаем четвертый проект который будет называться Туризматика 55 и мы также в наших лучших традициях будем вместе с нашими зрителями с жителями области составлять карту красот Омской области достопримечательностей удивительных мест которые по всей Омской области расположены для того чтобы показать что на Омской земле мы уже показали есть люди которыми можно и нужно гордиться есть интересные места в Омске с его 300-летней историей есть удивительная история омского приортышья и по всей области есть изумительные красивые места куда можно куда нужно ехать куда нужно привозить своих друзей гостей показывать им что Омская область удивительная людьми историей культурой архитектурой и своими красотами поэтому смотрите 12 канал в новом сезоне до встречи в новых проектах в новом сезоне Нам ветры пропоют, как Родина красива свысока. Пусть знают, что державу никогда не подведут Воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола к победе в бою. На острые атаки, когда везде огонь, И все пылая рушится вокруг. Нам БМД поможет десанта верный конь. Прикроется спины надежный друг. На марше и в полете, в горах и небесах. Горели, мерзли, ползали в болотах. Мечтали, чтобы выжить, и чтоб женские глаза Встреляли в сердце вместо пулеметов. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола к победе в бою. Никто, кроме нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok